МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зараз ценный криминалитет. Когда мы начинали снимать с людей бронежилеты, тогда мы увидели все атрибуты блатного мира. Звезды, купола и так далее. На днях в некоторых сни появилась информация о том, что среди боевиков на юго-востоке появились жители Казахстана, которые приехали на грузовиках воевать на стороне ДНР. Новость подхватили, но картинки с казахами на Донбассе ни у кого не появилось. Оказалось, не просто так. Что касается представителей иных государств, которые находятся в рейтинге боевиков, то есть официальная подтвержденная информация, что в этих предоставительах Российской Федерации, официальная подтвержденная информация по линии службы безопасности Украины, в том числе один из представителей Российской Федерации, который принадлежит побыванию полночера. В настоящее время он находится и дает показания полномочиям и диктам в этом направлении. Придержим был он, еще трое его поддельников, у них было обнаружено большое количество взрывчатки, автоматико-влашниковых, разные системы готовых выпусков, а также несколько экземпляров, а также мухи и иные средства для уничтожения в дроне техники. То, в отличие от предприятия других государств, пока официально подтвержденных в самом своем объеме нет. Спецслужбами некоторых заинтересованных в разжигании межнациональной розни стран очень хочется, чтобы в Украине на стороне сепаратистов участвовали не только казахи, но и представители других народов. Это делается для того, чтобы показать, какой международной поддержкой пользуются самопровозглашенные республики Восточной Украины. Однако на самом деле на стороне сепаратистов воюют только наемники и диверсанты из соседней страны, которая никак не желает оставить свои имперские амбиции. Между тем, абсолютное большинство казахов, как и весь цивилизованный мир, как раз придерживается противоположного мнения и поддерживают единую Украину и свободолюбивый украинский народ, свергнувший кровавого диктатора Януковича. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова